Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Ездеры. И сегодня мы будем читать с вами пятую главу этой книги. Вот так комментаторы этой книги описывают содержание пятой главы. Итак, работа по строительству храма полностью остановилась. Но так как это дело Божие, то оно должно было возобновиться. И данная глава описывает, как все происходило. Враги препятствовали ему силою и властью, но оно вновь возродилось духом Господа воинств, как враги не пытались препятствовать народу Божию. И здесь рассказывается, как благословенный дух согрел охладевшие сердца друзей церкви и вдохновил их к строительству. Остудил разгоряченные головы врагов и настроил их более доброжелательно. Ибо хотя им не нравилось это дело так же, как и раньше, но они стали снисходительнее к строителям. Они были более честными, представляя информацию о положении дела царю, о чем здесь и рассказывается. То есть Господь силен менять сердца не только верующих в Него, но Он силен успокаивать сердца наших врагов, давать им более праведное направление в общении с нами, с христианами. И мы читаем пятую главу. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме пророческие речи во имя Бога Израилева». Очень важно, когда среди народа Божия есть пророки. Пророки – это те, которые проповедуют Слово Божие. Ошибочно некоторые считают пророками тех, которые предсказывают будущее. Если мы изучим все пророческие тексты Священного Писания, то, собственно, предсказаний будущего составят менее 10%. В основном пророки – это были проповедники, которые говорили на злобу дня, обличая людей в тех неправильных деяний, которые они совершали. И мы читаем. «Тогда восстали Зарвавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иседеков», то есть когда пророки стали их вдохновлять, «и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божие, подкреплявшие их». Как важно, когда единодушие между церковными ветвями власти и светскими ветвями власти. В то время пришел к ним Вавнай, Заречной области начальник, и шефар Бузнай и товарищи их, и так сказали им, «Кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии?» Собственно говоря, их больше всего беспокоили стены, чтобы они не были восстановлены, потому что в этом случае это была бы уже военная проблема. Тогда, 4 стих, «Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу». Вот содержание письма, которое послал Вавнай, Заречной области начальник, и шефар Бузнай с товарищами своими, Афар Сахеями, которые за рекою к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано. «Дарию, царю, всякий мир, да будет известно царю, что мы ходили в иудейскую область, к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать. И сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами. «Мы рабы Бога неба и земли и строим дом, который был построен за много лет прежде всего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его». Имеется в виду, на самом деле, два царя. Один строил, то есть подготавливал все материалы, это Давид. А тот, который достроил, это Соломон. Хотя реально Соломон строил храм. Но без всех усилий Давида, Давид составил даже чертеж храма, ничего бы не получилось. Поэтому какой великий царь имеется в виду? Скорее всего, Давид. Или, может быть, Соломон. Тут трудно понять. Когда же отцы наши прогневали Бога небесного, он придал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Это текст доноса. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом, да и сосуды Дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь, из храма Вавилонского и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил областеначальником, то есть губернатором. И сказал ему, возьмись из сосуды, пойди отнеси их в храм Иерусалимский и пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание Дома Божия в Иерусалиме и с тех пор доселе он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в Доме царских сокровищ. Там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей Дом Божий в Иерусалиме и царскую волю осем пусть пришлют к нам? Вот эти слова, «Пусть поищут в Доме царских сокровищ», имеется в виду памятную книгу, в которую цари вавилонские, потом персидские, они записывали все события и какие-то деяния, которые надо было запоминать. Мы видим, что тон противников еврейского народа, он меняется с плохого, резкого на более терпимый и осторожный. Так Господь умеет врачевать сердца даже противников наших, смягчая их. В наше время, когда против христианства восстает весь мир, на Ближнем Востоке христианам отрубают головы, и все эти правозащитники европейские, они просто молчат, не обращают на это никакого внимания. Скорее всего, они готовы защищать только своих каких-то там сатанистов, непонятно кого. В наше время очень важно, чтобы Господь Духом Божиим подействовал на тех людей, которые враждебно относятся к нам, чтобы смягчились их сердца. А мы обречены на то, чтобы любить врагов, молиться за обижающих и благословлять проклинающих. Иначе в чем бы заключалась наша христианская вера? Как Господь говорит, если вы приветствуете братьев своих, а что вы особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, сегодня мы с вами прочитали пятую главу этой книги, первые ездры. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать шестую главу этой книги. Спаси Господь, берегите себя.